Девушки отдыхают 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 свои бизнесы, продавали разные товары, и это действительно был очень быстрый и легкий способ разбогатеть. Грех было им не воспользоваться. То есть у тебя родители спекулянты? Да. Почему бы нет? А почему бы и нет? А что в этом такого? Ну, бизнесмены. Ну, бизнесмены, да. Ты осталась в России, родители вернулись сейчас в Китай, они живут в Китае. Да, но я скоро поеду в Китай, кстати говоря. Опять? Да, на летние каникулы, скажем, там, у меня будут проекты там. Я вот всю жизнь, знаешь, мечтала о том, чтобы у меня была занятость на две стороны. Я теперь не только в России снимаюсь, но также и в Китае. В Китае тоже требуют меня как специалиста с сознанием русского языка. А здесь как китаянку. То есть ты востребована там, потому что ты хорошо разбираешься в менталитете русских и вообще в России, а здесь ты востребована, потому что ты знаешь хорошо Китай. Да. Кто-то на две ставки работает, Фея на две страны. Ну, в России у тебя действительно много проектов. Вот, смотри, ты в кино снимаешься, в сериалах снимаешься, фотосессии, в шоу разных участвуешь, приглашают тебя на подкасты, ты даешь мастер-классы, жизнь у тебя кипит. Да. И при этом Фея нашла время, чтобы сюда еще и прийти. Конечно, но как не встретить старого приятного друга? Давай пропад... Ну и меня заодно, что уж там. Это плохо, я сказала? Нет, отлично. Это потому что я не побрился, так-то я молодой. Я знаю, что ты училась одновременно и в России, и в Китае, и ты постоянно летаешь и туда-сюда живешь, в общем, на две страны в каком-то смысле. Как твои учебные планы? Ты закончила учиться и там, и здесь, и в Китае, и в России? Потому что ты же здесь в ГИТИСе, да, насколько я помню? Я закончила ГИТИС, да. Закончила ГИТИС. А в Пекинской киноакадемии я пока что еще учусь, еще не закончила. Мне остался еще один год, но я нахожусь здесь, потому что мне осталось только написать диссертацию. Я учусь сейчас в магистратуре. Я поеду летом практикой заниматься, то есть нам, чтобы выпуститься, нужно не только диссертацию написать, но еще и главную роль сыграть в либо театральном проекте, либо в кино. Я выбрал театр... Нормальный диплом. Я представляю, в ГИТИСе, смотрите, вы пять лет отучились, теперь напишите диплом, конечно, на 600 страниц, и желательно, чтобы вы сыграли в главной роли в большом фильме. У вас месяц. Все. Ждем. Насколько вообще отличаются и похожие системы? Потому что это вузы, которые готовят специалистов одного профиля, по сути, но диаметрально в разных местах находящиеся. Вот как отличается и что общего у систем китайских и российских? Китайцы, конечно же, ориентируются на великого Станиславского, но понимают его по-своему. В России, допустим, все-таки больше внутреннего наполнения, и очень часто режиссеры говорят не смотреть в зеркало, когда репетируешь роли, ни в коем случае, потому что не важно, как ты выглядишь, важно, что у тебя идет изнутри. Но китайские педагоги наставят на том, чтобы мы не только смотрели в зеркале и играли что-то перед зеркалом, а также отрабатывали до миллиметра, улыбку, движение глаз, поворот головы, чтобы это все было настолько эстетично и точно, и четко, как в древнем китайском театре, в китайской пекинской опере. Ты же знаешь, там вот все устраивается на визуальных больше. Какая тебе ближе вообще парадигма? Вот это китайское, где должно быть все до миллиметра отточено, или Россия, где позволительная импровизация и приветствуется импровизация, и зритель ее ждет даже больше, чем сыгранный рисунок роли. Мне, конечно же, ближе Россия, наверное, потому что я здесь выросла. Это свобода, творческий полет, настоящее искусство, я считаю. В Китае все, знаешь, действительно все выверено, настолько все искусственно. Я бы даже сказала, кто-то из вас любит Дорамы смотреть, китайские, азиатские. Ну, не дадите мне соврать, что вы видите, что настолько там актриса красивая, у нее никогда там лишний локон не осядет на лбу, она всегда проснулась и вся, и она вот идет, и все у нее как-то все по классике, все очень красиво, все очень эстетично. В жизни это не так. Мы просто видим китайцев в жизни, как они, допустим, там на рынках или общаются с друзьями, они же другие. И пытаются всегда настолько все упаковать в кино, это так неестественно. Я надеюсь, что когда-нибудь эта мода спадет, и люди будут более естественными в кино, на телевидении, в музыке и так далее, пока что эта черта есть у России, поэтому сохранить ее в себе, это просто потрясающе, я считаю. А вот как стать популярным в Китае? Вот ты сейчас актриса будешь, ты закончишь, все, ты профессионал. Таких в Китае, я так понимаю, множество людей. Конкуренция бешеная. И вот что, какие требования есть к тому, чтобы стать популярным в Китае? Какой набор качеств? Интересно то, что в Китае, в отличие от России, нужно получить высшее театральное образование, или там, если хочешь быть актером в Китае, ты можешь не иметь никакого образования, просто ходить постоянно по кастингам, и тебя могут взять на какую-то роль, даже главную, если ты хороший собой, если у тебя красивое лицо. То есть очень много сейчас людей попадает в индустрию извне, просто имея внешние данные, даже вот... И все. Да, даже не технику. Да, да, абсолютно. То есть в каком-то смысле вроде бы и легче попасть в индустрию, чем в России. А с другой стороны, нужно, конечно, иметь много связей в России здесь тоже. А я что еще хотела сказать, что каждую начинающую звезду в Китае упаковывают с ног до головы. Если у меня здесь есть в России агент актерский, и он отвечает только за актерские съемки, он мне их предлагает, потом берет какой-то процент, ну, я хожу на кастинги, на пробы, на сами съемки, но он не контролирует мою жизнь. То в Китае тебе будут говорить, как ты должен одеваться в жизни, как ты должен разговаривать, как ты должен сидеть, с какой осанкой, как ручки класть, да, как ножки поставить. Ну, то есть ты все время играешь, по сути. Ты уже герой и в жизни, и нас везде. Да, у тебя должен быть выстроен очень, как это сказать, образ. Ну, образ, четкий образ. Да, опять же, четкий. Хотела найти какой-то другой синон. Да, нормально, четкий. Четко. Четкая, четкая актриса китайская. Да, очень выстроенный образ. Выстроенный образ. Китайские папарацци не дремлют. Если они поймают тебя, как ты там пожираешь арбуз с удовольствием, не поймут этого. Просто скажут, что вот актриса такая. Она еще и ест. Она неизящная. То, что считается нормальным здесь в России, в Китае скажут тысячи уродств. Ну, мне кажется, в России к этому чуть полегче относятся. Если ты тысяча уродств на пятьсот шестом месте у нас. Ну, нет. Слушай, ну вот все-таки про роль мечты. Вот есть какой-то персонаж, скажем, из классического русского театра или русской литературы, которого ты бы хотела сыграть? Русский персонаж? Ну, именно русский. А почему нет? Я не смею. Ну, почему нет? Ну, слушай, ну сейчас вон в сериале «Великая», например, полный дворец темнокожих у Екатерины. И ничего страшного. Знаем, знаем. Это же может быть тоже экзотический, интересный проект. Клеопатра вон сейчас чернокожая, пожалуйста. Весь Египет на ушах. Это вот у меня сейчас только мысль появилась. Раз ты говоришь, можно замахнуться на русскую литературу? Конечно. Почему нет? Легко. А можно Анну Каренину сыграть? Можно Анну Каренину сыграть. Почему нет? Очень хочу. Это одно из самых знаменитых русских произведений в Китае. Серьезно? Одно из самых любимых, да? Да. То есть Анну Каренину знают даже, наверное, больше, чем «Войну и мир». А почему интересна именно Анна Каренина? Таким образом в Китае выстрелили? Почему именно это произведение? Потому что главный герой – женщина. «Война и мир» – это слишком большая эпопея. Слишком объемное произведение. Слишком объемное произведение. И там много всего включено. Но не так легко читается эта история, как у Анны Каренина. Там вот сюжет будет попроще, вроде понятнее. Он более универсальный, наверное. Потому что война, которая описывается в «Войне и мире», наверное, китайцам не очень близка и интересна. А здесь это личная история, по сути. Да, она на фоне тоже неких событий происходит. Но здесь можно зазерниться именно в личные переживания. Что, наверное, для китайцев очень близко. Абсолютно. Это мой самый новый проект. Мне очень приятно, что ты следишь за мной. Конечно. Каждую секунду. Давай объясним людям. Мы в зале и перед экранами, что такое коридинг. Люди, я думаю, не знают, что такое коридинг. Потому что этот термин я придумала сама. Есть он... Мы тут сидим изо всех сил. Импортозамещаем слова. А ты придумала нам еще один англицизм. Итак, what about коридинг? Да, но, конечно же, очень легко было придумать это слово. Потому что здесь coworking, да. И в широком смысле это когда люди вместе собираются в одном пространстве и работают вместе. У них может быть совершенно разная работа, но они вместе работают в одном пространстве. И это вот такое сотрудничество. И вот коридинг – это как тоже сотрудничество, сотворчество. Вместе собираемся в одном пространстве, чтобы читать. Читать слух и разбирать книги. То есть мы читаем один отрывок и все вместе начинаем рассуждать на эту тему. Говорить инсайты, которые нам приходят в голову. То есть люди собираются вместе и читают книги. Ты изобрела библиотеку. Сначала я еще даю упражнения на разминку, на разогрев голоса. Артикуляция. Дикция, артикуляция. Да, может показаться, что вот я говорю по-русски с акцентом. Я даю какие-то упражнения для русских на дикцию и артикуляцию. Так я вам объясню. Я здесь не выступаю как супер-мега-эксперт. Я сама в этом процессе учусь новому. И мне нравится, что здесь я вместе с ребятами, мы вместе экспериментируем, находим что-то новое, что нас развивает. И меня, и их тоже. Мы вместе делаем эти упражнения. Мы вместе читаем. Я до этого момента, вот со времен школы, вот я как выросла, да, мне было там лет 17, и я вот уже не читала лет больше 10. Очень сложно читать сейчас книги. Многие люди читают в электронном формате или слушают видео, аудиокниги. А у нас такое совмещение. Ты читаешь слух и также слушаешь аудиокнигу, когда читают другие люди. Никто вот ни разу на моих мероприятиях коризинга не засыпал. Это уже... Уже достижение. Это уже можно в рекламе писать. Мероприятие, на котором у нас пока еще никто не засыпал. Пожалуйста, приходи. Это все за денежку. Ну, символическую. Ну, я не мог не спросить. А то бы я пришел. Ну, как же, это же мой труд. Я же собираю людей. Я даю разминку. Я считаю, что труд должен быть оплачен. Это вот, кстати, мышление китайца, я считаю. В России очень часто говорят, что давайте с милым рай и в шалаше. Главное не деньги, главное любовь. А в Китае предпринимательское мышление. Ну, это правильно на самом деле. Любой труд, как ты справедливо говоришь, должен быть оплачен. А вот я тебе, кстати, могу посоветовать для твоего коризинга. Для того, чтобы у тебя всегда была работа и была всего одна книга. Возьмите «Войну и мир». И, в принципе, ближайшие лет пять. Дальше можно и не смотреть в сторону других произведений. Все. Просто и читаете там странички по две. И к 80-ти годам вы как раз ее дочитаете. По ролям, чтобы все глаза меняли. А, кстати, по ролям. Вы же, я знаю, собираетесь аудиокнигу записывать еще коллективную. Да, это в планах коридинга, что в будущем, когда будет больше средств, пока что еще вот просто тестим эту идею. А в будущем я бы хотела, чтобы мы выступали с микрофонами на сцене и записывали аудиокнигу, в которой бы каждые пять минут менялся чтец. Ну, это какая-то русская классика будет? Или ты пока не думала о том, что это будет? Я думаю, что стоит начать все-таки с мотивационных книг. Книг по личной эффективности, они лучше всего заходят в аудиторию, они понятнее всего. И есть также и авторы, которые только начинают писать, и они хотели бы найти людей, которые бы сделали им аудиоверсию их книги. Так что мы будем предоставлять такую возможность молодым писателям. Ну, будем ждать. Молодые писатели, ребят, приходите. Вообще во всем мире, есть у нас статистика, очень сейчас популярна азиатская внешность и в рекламе, и в кино, и вообще в медиа. Вот, и насколько это тебе в России помогает? Это мне очень хорошо помогает, поэтому я не хочу уезжать. Никак все собираюсь в Китае, и все никак не уеду, потому что все больше и больше ролей мне предлагает мой агент. Действительно, и в рекламу зовут, и в последнее время постоянно меня зовут на интервью разные. Ну вот, вот. То есть внешность помогает тебе в этом. Да, и спрос растет. А часто тебя путают с кореянками, с японками? Только в жизни, да. На улице обычно, знаешь, как-то угадывают очень точно люди, что я китаянка. Я им говорю, меня спрашивают, ты откуда? Я говорю, я из Киргизии. Все такие, да? Что-то не похоже. Больше похоже на китаянку или кореянку. Но когда это люди в России научились отличать азиатов, я пропустила как-то этот момент, представляешь, научились различать. Мы все очень давно ходим в Якиторию, понимаешь? Но все-таки смотри, ты человек, который и там, и здесь получаешь образование, ты и там, и здесь работаешь, у тебя связи есть с обеими странами. Но все-таки, почему ты именно Россию выбрала как основную площадку для своей творческой деятельности? Ты знаешь, мне в России очень психологически легко. Потому что в Китае, во-первых, огромная конкуренция. Люди очень сложные по менталитету, тебе не будут говорить всю правду в лицо. Вот что отмечают китайцы в русских, что им нравится, и мне тоже, то, что русские очень простодушные. Я знаю, что вы со мной вообще никак не согласитесь, что вы, что у вас на душе, то и на языке. Вы сразу говорите, нравится, говорите, не нравится, говорите, что не нравится. В Китае такое невозможно. Хорошая погода, плохая погода. Китай всегда будет улыбаться, а потом окажется, что ему не понравилось общение с тобой. И он просто тихо сольется, не говоря о том, что, знаешь, вот мне с тобой как-то некомфортно. Он просто будет постоянно искать поводы, чтобы с тобой больше не видеться. Намекать, но никогда впрямую не скажет. И это везде. Допустим, и в агентствах, в кино. То есть люди не будут прямо говорить, и все время нужно угадывать, кто что имеет в виду. Очень тяжело китайцам. Когда они приезжают сюда в Россию, они выдыхают с облегчением, потому что русский так просто общается. И мне очень нравится в этом плане русский менталитет. Поэтому я здесь и работаю творчески с вами. Слушай, вот еще интересный факт в своей биографии, насыщенный. Ты была спикером на фестивале китайской культуры. И ты там рассказывала о китайской молодежи и о том, чем она отличается от российской. Вот чем, давай несколько пунктов, хотя бы там три. Такие базовые вещи, в чем наша молодежь от китайской отличается. Три, ты сказал? Ну, давай пятьдесят. Давай три. Ну, первое, что бросается в глаза, это то, что китайская молодежь, она более инфантильная. В 30 лет это человек, который только начинает, возможно, думать о создании семьи, в то время как в России уже нам в 20 с чем-то все переженились. Но не все, но многие, особенно девушки. Вот девушки почему-то, русские, достаточно рано выходят замуж. Есть, конечно, исключения, но есть же и случаи, когда выходят там. Вот, в Китае это, в принципе, как-то менее распространено. Потому что пока ты закончишь 12 классов школы, пока ты поступишь в универ, китайские дети, они не умеют готовить, не умеют убираться, потому что так много уроков, так загружают детей, что за них все это делают родители. И только уже поступив в университет, пытаются каким-то образом нагнать, это научиться готовить, научиться как-то следить за домашним хозяйством. Ну, какую-то социальную жизнь вести, да? Все, что не касается учебы. А там уже после университета выходят на работу, уже больше начинают приспосабливаться к социуму, и тогда начинается взрослая жизнь. Здесь, в России, мне кажется, у детей жизнь начинается лет уже в 15-16, уже все настолько прошарены. Ну, если не брать во внимание конкретно моих детей, то, наверное, мои дети больше китайцы. Да, правда? В этом смысле, да. Мне кажется, китайцы, они более романтичные. Ну вот, то есть русские люди, они как-то, как это сказать, они... Ну нет, наверное, сейчас это нехорошо так будет. Более брутальные, давай так скажем. Да, более брутальные. А вот всякие ванильные эти штучки, вот китайские парни очень любят. Вот я именно акцентирую внимание на парнях, потому что девушки, понятно, везде они любят. Но чтобы парни это любили в Китае, слушали плаксивые песни и плакали под них, танцевали бы, это в России, мне кажется, что-то из разряда нереального. Ну, слушай, ты не была на «Спартаке», когда звучит «Максим». Там, ребят, такие слезы, особенно в этом сезоне. Я бы очень хотела на это посмотреть. Приходи на матчи, приходи на матчи «Спартака», послушаешь, как ребята брутальные... Брутально поют «Максим». Брутально поют «Максим». Ты там еще... А, давай третье различие какое-нибудь. Китайцы более трудолюбивые. Ну, это не секрет ни для кого. И я вас утешу, это вынужденное трудолюбие. И уже в школе, когда они учатся, все хотят учиться хорошо. Вот каждый китайский ребенок пытается получить этот 100 баллов, либо там 90 чем-то, потому что он уже в возрасте 12, 13 или сколько лет, и когда еще не окончил школу, он понимает, что если будет хорошо учиться, то поступит в хороший университет. У него будет хорошая работа. Он не будет лузером по жизни. Он будет зарабатывать классные деньги. Он будет богачом. Ну, как же, а лучшие годы, юности, а всякие вечерины? Ну, надо их потратить на то, чтобы не быть в старости лузером. А уж в старости оторваться, конечно. Ведь когда, как не в 60, хочется угорать. Типа, я научился, я всего добился, я всего заработал, внуки выросли. Вот теперь лонгборд куплю. Но мне очень нравится, что русские такие расслаблены. Вот китайцы, когда говорят про Россию, они, те, кто побыли в России, всегда отмечают, что русские такие расслаблены. Это так хорошо. Мы в Китае так много работаем. А в России люди умеют отдыхать. Вот что отмечают. Слушайте, дорогие китайцы, хочу обратиться. Во-первых, давайте не будем судить о нашей стране по одному джигану. У нас есть люди, которые работают. Их относительно джигана еще примерно 150 миллионов. И еще я узнал, что ты открываешь школу китайского языка. Да. Вот это вот после коридинга. В том же помещении. Просто меняем слайд, а теперь мы школа китайского. В шесть это будет автомойка, ребят, приходи. Ты знаешь, пока лето, у нас коридинги все происходят в живописных местах разных в Москве. Там сирень на фоне, птички поет, небо голубое. И ты чувствуешь себя просто властелином мира, который читает прописные истины. Поэтому онлайн-школа у нас на платформе, это в интернете, тоже не в помещении. И я еще только начинаю, набираю учеников. Кто хочет учить китайский язык? А надо бы, ребят, на самом деле. Вы зря отказываетесь. Да, сейчас многие люди начинают учить китайский язык. И знаешь, какую я заметила проблему? Очень многие студенты в России, они учатся в вузах на китаистов, и им дают разные бизнес-переводы, политические какие-то переводы. Они это могут перевести, могут прочитать, могут написать, но они не могут разговаривать просто о жизни. Какой у тебя любимый цвет? А чем ты любишь заниматься? Металлургия. Да, сразу так. Политика Си Дим Пьин приезжал к нам. То есть только такие ветераны? Да, да. Поэтому только в новости можно пойти работать после того, как выучил китайский язык. Вот, а это огромная проблема, потому что даже если ты хочешь выстроить бизнес с китайцем, ты должен научиться с китайцем прежде всего дружить. Мы поедем в ресторан, и там подпишем контракт. А как мы с тобой... Вот это уже понятно. А там уже и не надо разговаривать совершенно. Ну вот смотри, пришел, я к тебе в школу, ничего не знаю, сколько времени мне потребуется ходить на занятия, чтобы хотя бы как-то поддерживать беседу? У нас курс один месяц. И за один месяц ты уже сможешь. За месяц? Да, но за месяц ты можешь сказать, как тебя зовут, сколько тебе лет, чем ты занимаешься. Уже представить, разобраться в направлениях, заказать блюда. А что мне еще по жизни надо? Привет, я Сава, мне 42 супа. Все. Весь китайский, который мне и необходим. А у тебя какая-то своя методика? Или ты пользуешься какой-то существующий? Своя методика. Вообще своя? Да, то есть я посмотрела все методики, я взяла самое лучшее из разных методик и добавила туда свое. Я не буду все раскрывать, ребята. Они наши будут неинтересны. А вообще в Китае учат ли русский язык в принципе? То есть есть такая потребность? Есть пласт людей, которые изучают русский, живя там? Ну, для того, чтобы общаться, например, как раз с русскими, которые туда приезжают по бизнесу или по другим делам? Честно говоря, немного. Маловато, да? Да, но зато поколение наших бабушек и дедушек, они уважают Ленина. Как ни странно, они вот знают русский язык лучше, чем молодежь. Молодежь все по английскому языку, а они могут сказать «Ленин, ура!» Базовый курс русского в целом. Но я думаю, что это было как раз таки связано еще и с тем, что и тогда уже были достаточно серьезные дружеские связи у России и Китая. И сейчас они крепнут, как мы с тобой в начале нашего разговора говорили. Поэтому мне кажется, что взаимопроникновение этих двух культур и языков, оно как раз таки и будет продолжаться. Будет. И, наверное, в какой-то момент китайский может даже обогнать, например, тот же английский по популярности в мире в целом. Конечно. Это не китайский второй английский, а английский будет вторым китайским. Не то мы все учили, в общем. Слушай, я еще, насколько помню, ты же участвовала в проекте «Мистер Икс» на пятнице. Мы опять затронули эту тему. А мы опять затронули эту тему, потому что мы поговорим об отличиях, ребята, и сходствах русских и китайских мужчин. И вообще, почему ты выбрал Россию для жизни и карьеры, тоже обязательно обсудим. Но о мужчинах мы поговорим в следующей нашей программе. Да, это Фэй Эдзо. У меня в гостях это Известь Брикс. Увидимся в следующем выпуске. Все, пока-пока. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Продолжение следует...